Итак, прежде чем приступить к изучению автокада, давайте мы с вами введем несколько терминов и понятий, для того, чтобы нам было легче потом работать. Термин берем инструмент. Что означает? Подводим мышку к нужному инструменту и щелкаем по нему левой клавишей мыши. Фиксируем, цепляемся. Что значит? Подводим мышь к нужной точке или объекту и щелкаем левой клавишей мыши. То есть нам, например, надо зацепиться за конец отрезка, берем инструмент отрезок, подводим мышку к концу отрезка и цепляемся левой клавишей мыши. То есть щелкаем левой клавишей мыши. Все готово. Дальше. Отмечаем. Отмечаем это щелкаем левой клавишей мыши по объектам. То есть берем, например, инструмент копирования и отмечаем, что будем копировать. Щелкаем левой клавишей мыши по объектам. Дальше. Отвязываемся. Отвязываемся – это щелкаем правой клавишей мыши. Например, вот я сейчас выбрал объект, и теперь мне нужно отвязаться для того, чтобы дальше продолжить работу. То есть щелкаем правой клавишей мыши. Все, отвязался. Говорим. Говорим – это щелкаем правой клавишей мыши и выбираем нужный пункт из выпавшего меню. Например, мне нужно сделать фаску в этом месте длиной по 10 мм. Я беру инструмент «Фаска» и говорю компьютеру о том, что буду менять длину фаски. То есть щелкаю правой клавишей мыши и говорю «Длина». Все, задаю первую длину, задаю вторую длину. Щелкаю по объектам, между которыми нужно сделать фаску. Дальше. Базовая точка. Базовая точка – это точка, от которой будет откладываться расстояние смещения. То есть, например, беру копирование, выделяю объект, то есть щелкаю левой клавишей мыши по объекту, отвязываюсь, щелкаю правой клавишей мыши и фиксирую базовую точку. То есть точку, откуда буду откладывать расстояние. В принципе, эта базовая точка может быть любая точка на экране. Но, чтобы легче было ориентироваться, чтобы удобнее было ориентироваться, лучше базовую точку показывать на самом объекте. То есть вот фиксирую базовую точку. А теперь показываю направление, в котором буду копировать. И откладываю расстояние, например, 40 мм. Все, готово. Когда я скопировал, отвязываюсь, то есть щелкаю правой клавишей мыши и выбираю ввод. Дальше, ввести. Ввести это означает набрать в командной строке и нажать Enter. То есть, например, мне надо нарисовать прямоугольник по периметру моего формата. Беру прямоугольник и ввожу координаты первого угла прямоугольника, например, 0,0. Все, нажимаю Enter. То есть, набрал, нажимаю Enter. Теперь ввожу координаты противоположного угла по диагонали, например, 210 на 297. И нажимаю Enter. Пока Enter не нажму, ему все равно, что я тут набираю в командной строке, что угодно могу набирать. Вот он это не воспринимает. Но, когда я набрал и нажал Enter, все, он это воспринял как руководство к действию. Поэтому возьмите себя обязательно в привычку набрали, нажали Enter. А то бывает наберут и сидят и ждут, пока что-нибудь не произойдет. А ничего не происходит, поэтому что не нажали Enter. Дальше. Между целой и дробной частью в автокаде ставится точка. Например, мне нужно нарисовать отрез круг радиусом 5,5 мм. Беру круг, фиксирую центр и задаю радиус 5,5 мм. Все, Enter. Видите, какой получился круг. А вот между координатами ставится запятая. То есть, как я уже говорил, когда я рисовал рамку, я набирал 0,0. Нажимаю Enter. 210,297. Обязательно запомните, что между целой и дробной частью ставится точка. А между координатами ставится запятая. А то иногда бывает путают и в итоге не получается нарисовать то, что хочется. Например, мы нарисовали круг радиусом 5,5 мм. А теперь я нарисую круг, но вместо точки поставлю запятую 5,5. Все, Enter. Видите, получился какой круг. То есть, он нарисовал мне круг с центром в этой точке и радиусом до точки с координатами 5,5. Теперь разберем с вами режимы объектной привязки. То есть, для более точного рисования, чтобы точно цепляться в нужные места объектов, мы используем режимы объектной привязки. Объектную привязку. Как это делается? Например, нам нужно прицепиться к концу отрезка. Нарисовать отрезочек от конца отрезка. Для этого мы же должны задать привязку в конечную точку, кон-точку. Держим Ctrl, щелкаем правой клавишей мыши. Здесь уходим в режимы привязки. И здесь вот задаем нужный нам режим объектной привязки. Можно, конечно, выбрать все, включить все, но тяжеловато тогда рисовать, особенно если у человека еще нет навыков работы. Очень тяжело. Поэтому лучше все, конечно, не включать. Лучше включать по необходимости, по мере надобности. Нам конечная точка нужна, кон-точка. Ок. Все, берем отрезок. И вот подводим. Видите, он цепляется к концу отрезка, либо дуги. Щелкаем. Все готово. Например, берем отрезок. Щелкнули. И нам нужно провести к концу отрезка отрезочек. Нарисовать все. Готово. Следующая привязка середина. Нам, например, надо зацепиться за середину отрезка, либо за середину дуги. Для этого используем середину привязку. Берем отрезок, подводим. Вот он нам показывает середину. Середина. Все. То же самое, например, рисуем. Щелкаем. Вот. Привязываемся к середине. Он автоматически цепляется. Вообще, конечно, желательно подводить мышку как можно ближе к тому участку, к которому мы хотим прицепиться. Например, у меня сейчас две привязки. Включена кон-точка и середина. Если я подведу сюда, видите, он к конечной точке зацепился. Если сюда, то к середине отрезка. Сюда к конечной точке. Поэтому подводим как можно ближе к той точке, куда она зацепляется, чтобы он случайно не перепрыгнул на другое место. Следующая привязка. Следующая привязка центр. Центр. Привязка, которая позволяет зацепиться к центру круга, либо к центру дуги. Наводим на дугу. Видите, показал центр дуги. Щелкаем. Все. Он прицепился к центру дуги. Следующая привязка. Узел. Узел позволяет прицепляться к объекту точка. Объект точка. Зацепился он настолько мал, что его особо сильно не видно. Поэтому я сделал так, чтобы отображался вот такой вид точки. Крестиком это можно сделать через формат отображения точек. Вот выбрать, как будет отображаться. Если поставить как он был, просто точка, то инструмент точка возьму, то ее практически не видно на экране. Если приблизить, тогда только вот тут видно. Сетку отключим. Вот они кое-как видны. Вот они точечки. Поэтому отображение точек можно вот включить. Какой-нибудь вид крестиком, например. Все. Вот тогда их видно на экране. Дальше. Пересечение. Привязка. Пересечение позволяет зацепиться на пересечение объектов. Подвожу. Видите, прицепляется к пересечению круга и отрезка. К пересечению отрезков, например. Все. Готово. Дальше. Привязка квадрант. Квадрант позволяет зацепиться на квадранте круга, либо дуги. Вот квадрант. Это вот, если вспомнить, скажем так, из школьной программы транспортир или круг по геометрии с градусами, то 0, 90, 180, 270. Вот это квадранты. Привязка квадрант позволяет к ним цепляться. Дальше. Привязка. Точка вставки. Точка вставки. Точка вставки. Это вот у объектов, у блоков, у текстов есть точка. У него же нет ни конца, ни середины, как у отрезков, например, кругов. То есть точка вставки. Вот и точка вставки позволяет прицепиться к этим точкам. Видите? Появляется магнитик такой. Дальше. Привязка нормаль. Нормаль позволяет провести перпендикуляр. К отрезку. Например, вот. Раз. Все. Перпендикулярный. Позволяет рисовать перпендикуляры. На отрезки, на круги, на дуги. Следующая привязка касательная. Привязка касательная позволяет провести касательную к дуге, либо к кругу. Наводим щелку. Вот он. Как бы я не повернул отрезочек, сейчас он всегда старается сделать касательную с него. Или, например, провожу, когда отрезок к кругу, либо к дуге, видите, он показывает касательную. Все. Готово. Следующая привязка ближайшая. Ближайшая позволяет зацепиться в любом месте объекта. Вот, например, видите, если вам нужно зацепиться на любом месте на объекте, то это вот привязка ближайшая позволяет это сделать. Так. Ну и привязка параллельно. Параллельно это, если вам надо параллельные линии, например, рисовать, то можно включить привязку параллельно. Например, мне параллельно вот этой линии нужно нарисовать отрезочек. Я щелку, откуда буду рисовать отрезок. Теперь наложу на линию. Появился значок, а теперь потихоньку начинаю отводить. Видите, пунктир появился. Вот он позволяет теперь параллельную линию провести. Все. Готово. Значит, щелкнули. Подводим на отрезочек, параллельно которому рисовать будем. Отводим мышку. Вот, видите. Появился пунктир. Щелкаем. Отрязываемся. Все. Готово. Вот это по поводу привязок. Еще хотелось бы по поводу режимов сказать. Вот, посмотрите внизу. Панельки. Если панель, кнопочка бирюзового цвета, то значит режим включен. Если серого цвета, то режим отключен. Например, сейчас сетка у меня выключена. Включил. Все. Видите, появилась. Кнопочка цвет приобрела. То есть, если кнопка серая, то режим не работает. Если кнопка бирюзового цвета, цветная такая, то режим работает. На этом урок введения закончен. Еслиfen . Во-kelнимё key.